И у нас осталась медитация прощения умершего человека. Сейчас я вам расскажу о ней. Бывает, что в нашей жизни есть люди, значимые для нас, которые по разным причинам. По причине того, что возраст подошел, время подошло, ушли из нашей жизни. Либо по другой причине, может быть это трагический случай, что-то произошло, человек ушел на тонкий план. У нас остаются незавершенные отношения и у нас остается энергетический канал с ними. Мы о них помним, мы переживаем по разным поводам. Что-то мы недодали им, что-то от них недополучили. Медитация прощения позволяет закрыть эти незавершенные отношения и гармонизировать эту область в вашей жизни. Как делается медитация прощения на умерших людей? Немножечко меняется текст. Он звучит следующим образом. «С любовью и благодарностью» – это первая часть. «Я прощаю», называйте имя человека, Петра, «и отпускаю из своей жизни». Вторая часть. «Я прошу прощения, этот человек прощает меня и отпускает из своей жизни». Значит, первая фраза. «С любовью и благодарностью» «Я прощаю этого человека и отпускаю из своей жизни». Вторая фраза. Этот человек прощает меня за мои негативные мысли, чувства и поступки и отпускает меня. Вторая фраза. С любовью и благодарностью. Я прощаю Николая и отпускаю его в своей жизни. Вторая фраза. И Николай прощает меня за мои негативные мысли, чувства и поступки и отпускает его в своей жизни. И точно так же. Все остальное делайте точно так же. Это подготовка к медитации, остановка бега мыслей, расслабление физического тела на внутреннем экране умершего человека. И вот эту медитацию делайте до состояния комфорта и до состояния легкости. Прощаете, отпускаете. И значит этот человек прощает, отпускает. И подождите минуточку. Вторая фраза. Я вот чувствую, что что-то не то. Значит первая фраза. С любовью и благодарностью я прощаю этого человека и отпускаюсь в своей жизни. Вторая. И я прошу прощения у этого человека за свои негативные мысли, чувства и поступки. А третья фраза. И этот человек прощает меня и отпускает. Да, это так. Я на самом деле очень давно читала, делала эту практику, потому что ее часто не будешь делать. Нет смысла, потому что практика очень такая сильная и достаточно там двух-трех раз, чтобы закрыть эту тему и вот отодвинуть ее. Беспокоить наших ушедших близких людей, тех людей, которые ушли на тонкий план, часто нет смысла. Это нет пользы ни для них, ни для нас. Ни для их душ, ни для нас. Поэтому три фразы. С любовью и благодарностью я прощаю этого человека и отпускаю. Вторая фраза. Я прошу у него прощения за мои негативные мысли, чувства и поступки. И третья. Этот человек прощает меня и отпускает. Вместо фразы этот человек добавляйте имя человека. Хорошо? Замечательно. И значит тогда об этой технике я все вам рассказала. Второй вариант. Есть работа с медитациями других авторов. То есть это внутренняя работа, которую вы сами делаете. Вот то, что я вам описывала. Никто вам не нужен. Внутренняя работа. Тихо сам с собой делайте, делайте, скапывайте, скапывайте свой огород. Ремонтируйте, ремонтируйте свою квартиру внутреннюю. Второй вариант. Когда вам помогает голос профессионала, голос диктора. Есть много авторов, которые записали эти техники. Медитация прощения у Свияша, медитация прощения у Нарбекова, медитация прощения у Синельникова. Я вам пошлю в этом мастер-классе медитацию Синельникова, которая мне нравится. Она такая очень структурированная, полная, 25 минут она длится. Она называется там за прощением любовь. Важно сесть в медитацию, выполнить уже ослабление и просто следовать за голосом диктора. Вот она такая немножечко пассивная, но определенные результаты, когда вы слушаете ее определенное время, она приносит. Но вот первый случай, на мой взгляд, более серьезная работа, более глубокая, и она такая более конкретно вот прям с вами работает, с вашими блоками, с вашими негативными обидами, установками. Поэтому я вам вышлю в медитацию, но выберите сами, что вам больше подходит. Может быть в разное время вы попробуете и то, и второе, и третье. Третий способ, это называется развернутая формула прощения. Это когда вы делаете работу по прощению письменно. Там есть пять шагов. Я вам вышлю отдельно аудио, в котором подробно расскажу с примерами, как ее делать, что это за шаги. И вы, в общем, тоже сделайте, потренируйтесь и сделайте для себя выводы, что вам лучше, чем воспользуйтесь. После того, как я сделала вот эту тотальную работу, о которой я вам рассказала, у меня был перерыв достаточно длительный какой-то там. Когда я слишком испытывала напряжение по отношению к кому-то, я опять делала медитации прощения. Но это было как в квартире. Капитальный ремонт я сделала. И потом в случае, когда где-то что-то замусорилось, я быстренько опять медитации прощения подчищала. Потом в какой-то момент, когда я исследовала развернутую формулу прощения свияша, я встала на нескольких человек, я сделала ее. Я почувствовала, что она очень эффективная. Она, во-первых, меньше времени требует. Во-вторых, она подходит людям, которые любят тактильную работу, писать. Для кого сложно визуализировать что-то. Мы же все разные, мы по-разному мир воспринимаем. И для кого-то сложно визуализировать, и он тогда, значит, легче ему писать. Для него это способ, то, что он прям доктор прописал. У меня есть одна такая слушательница, с которой мы работали именно по развернутой формуле прощения. Пять шагов писали. Там первый шаг. Я прощаю, пишешь, и там ситуации. Я прошу прощения, меня прощают, я прошу прощения. Значит, я полностью стираю, убираю энергию из ситуации, когда. И я полностью стираю из своей памяти ситуации, когда. И я выбираю сейчас сделать там то-то, то-то, то-то. В общем, в аудио это будет очень подробно описано. Сейчас не буду на это тратить времени. Вы это получите и, значит, исследуете, примените. И последний способ, о котором я вам хочу сегодня рассказать, это эффективное прощение. Я вам тоже в виде бонусов вышлю два видео свияшек. Да, два видео свияшек, в котором эффективное прощение себя и, значит, эффективное прощение мужчин. Для женщин это будет полезно. Что происходит в этом случае? Там совмещаются две практики. Дыхательная практика и, значит, проговаривание текста. Для чего применяется дыхательная практика? Для того, чтобы восстановить нашего внутреннего критика, который без конца бла-бла-бла, эти техники ничего не помогают, это нужно долго работать, это там то-то, то-то. Вот когда мы делаем дыхание, я вам сейчас покажу. Свияш его тоже показывает в своем видео, но у него, наверное, больше мужской вариант, у него там дыхание такое более глубокое, у меня более легкое, порывистое такое, мне как женщине легче так дышать. И для меня это эффективно работает. Может быть, это и вам пригодится. И, значит, дыхание, пять минут там человек дышит, останавливается его словомешалка, внутренний критик, и потом начинается загрузка вот текста определенного. И на этом фоне очень хорошо идут тоже блоки, выходят какие-то вот негативные переживания, которые скапливались, вот помните, я бы говорила, живые такие тела боли, и тоже каждый раз, когда мы это делаем, кусочки блоков уходят, 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 и, значит, пространство внутреннее освобождается очень быстро, техника, вот плюсы вот этой техники, быстрота, результат очень быстро появляется. Если в первом случае там нужно было несколько месяцев, иногда недель там, да, то здесь буквально за несколько раз ты чувствуешь значительное улучшение внутреннего состояния. Значит, эти видео я вам пошлю, вы тоже их подробненько рассмотрите, поизучаете, и уделите этому определенное время. И самое главное, сделайте, любым из предложенных способов, сделайте, пожалуйста, внутреннюю работу. И снова я возвращаюсь к моменту очень важному, с чего я начинала наш мастер-класс. Это очищение внутренних тел, тела эмоций. Это только первый шаг на пути работы с собой очистить, очистить, потом поменять наши мысли, формы, наши негативные, ограничивающие убеждения, которые в избытке у нас есть. Но это тема уже других тренингов, других мастер-классов, как это сделать с помощью аффирмации, аформации, как их выявить, да, много там способов. Очень интересная такая глубокая работа со своим ментальным телом. Ее важно обязательно сделать. И затем третий шаг – это действие, это постановка целей. Нужно понять, что для тебя важно, что является твоим выбором в этой жизни. И сделать конкретный, четвертый шаг – это сделать конкретные шаги для того, чтобы твои цели реализовывались. То есть вот на самом деле весь блок работы над собою как минимум из четырех шагов. То есть мы сейчас говорим о первом шаге, но неимоверно важном. Без него, я не побоюсь этого слова, движения вперед просто нет. Ваши цели будут блокироваться, ваши энергии, когда ее отсутствие будет проявляться на внешнем плане, и вы это почувствуете, и ни сил что-либо сделать, ни желания не будет. Поэтому вот эту работу, про которую я сегодня вам рассказывала, обязательно сделаем. Успехов вам на пути личностного роста. Люблю вас, делюсь с вами своими знаниями и опытом. Надеюсь, что вы все это примените. До новых встреч. До свидания.